Я приветствую многомиллионную аудиторию телеканала «Комсомольская правда». Это высоковольтное Армагеддон с попс-ревью Ататара Шаловича Кушанашвили. Если вам кажется, что то ресталище, которое вошло в нашу жизнь, теперь кажется уже навсегда под названием «Евровидение», взрослое «Евровидение» — это ужас, как сказал бы человек, напичканный штампами, летящий к нам на крыльях ночи, то вы еще не видели детского телевидения под названием «Евровидение». То же самое «Евровидение». В прошедшие выходные федеральный канал показал, во что превращаются наши дети, мечтающие о судьбах Билана и Нюши. Дети, которым едва исполнилось 8 лет, поют на ломаном русском языке. На ломаном русском я не говорился, на английском. Они не владеют даже родным языком. Они поют «Войди в меня». Семилетние дети выходят на большую сцену, и федеральный канал показывает, как эти дети плохо воспитаны. Все эти дети выучили ужимки, виденные ими на каком-нибудь взрослом конкурсе «Новая волна» в Юрмале, или «Песня года», новогодний концерт, состоящий из выступлений «Бабы-Яги» в сопровождении гомосексуального бэкграунда под названием «Балет сзади и будь хоть спереди». Все эти дети — наши дети, наши. Никто нас не избавлял от ответственности за то, какие дети растут в моей стране. Все эти дети воспринимают и впитывают как губка все самое плохое, что есть на нашей эстраде. Эти справки, которыми предваряются выступления каждого ребенка из Ижевска, из Челябинска, из Самары, из Владивостока, в этих справках значатся имена их кумиров. И по этим справкам можно проследить траекторию слабоумия, увеличивающуюся в геометрической прогрессии. Например, девочка говорит на вопрос «Кто ваш кумир?» Элтон Джон. Понятно, бабушка от британской эстрады теперь владеет умами наших детей. Если у ребенка шестилетку мир Элтон Джон, я ничего не говоря про его музыкальные дарования, которые безоговорочно должно быть признано всеми, даже таким циником, как я, это что-то в этом есть неправильное. Почему не Иосиф Кобзон? Почему не Клавдия Шурженко? Почему не Юрий Антонов? Почему только Нюша или Леди Гага? Всему миру известно, и даже я узнавал в Кишиневе, что Леди Гага — шлюха. Понятно, что Кейт Перри, которая говорит в интервью, что она страдает метеоризмом, а метеоризм — это пердеть, если кто-то не знает вдруг из зрителей канала «Комсомольская правда», метеоризм — это пердеть. И Кейт Перри, которая пердит и говорит своим 14 тысячам вьетнамских поклонников, что она пердит, идол для ребенка, выступающего на детском Евровидении, отборочный тур российского производства. Если вам смешно, то мне смешно только на момент, пока мы снимаем программу «Каково». Далее мне, как семикратному папе, который семь раз помог сначала Медведеву, потом Путину, а потом, оказывается, еще и президентом других стран с демографией, мне очень не по себе. Если бы мой ребенок вот с такой хореографией, демонстрирующей все прелести, дарованные ему мною и небесами, я имею в виду причинное место и имею в виду промежность, если речь о барышне, если он будет показывать всему миру это, а в ответ на вопрос, почему ты выбрала такую убогую песню и двигаешься вот так, почему ты такой уродливый на сцене, он скажет, что ты понимаешь в этом? Все каналы крутят Кейт Кэти Перри, а она метеоризмом страдает, между прочим. И когда заканчивается песня, оператор, оператор в восторге, и есть стадион у Эмбли тем более. Вот на кого ориентируются дети. В русских детях не остается, в наших не остается ничего своего. Я не про бурановских бабушек и не про гипертрофированное восприятие Китча как конвертируемой валюты. Я про то, что у детей нет никакой национальной самоидентификации. Но я бы очень хотел, чтобы наши дети в анкетах про любимого артиста называли хотя бы Аллу Пугачеву, а не имена шлюх. И хотелось бы, чтобы родители, контролирующие процесс воспитания, не позволяли детям выходить в трусиках и петь «Полети со мной в ту страну, где наши объятия станут притечей новой жизни». Это я вам сейчас перевел на культурный язык то, к чему звала девятилетняя девочка-языжевская парня, потенциального жениха. Она говорила ему «Войди в меня». Войдите в меня в программу «Каково». Мы продолжаем. Есть такой политолог Николай Злобин, один из самых умных людей, которых я встречал. Я спросил его о событиях во Франции и в Швеции. Мультикультурная пандемия. Это раньше была мультикультурность как категория. Теперь мультикультурность превратилась в пандемию. А пандемия — это эпидемия, только приобретшая еще больше глобальный характер. Ну, как любовь людей к программе «Каково». Сначала было всего 2 миллиона человек. Теперь мне доложили на самом верху, что уже их 16 миллионов. То есть все зэки смотрят программу «Каково». Мы обогатились этой, приросли этой аудиторией. Но после моего поясничания прошу обратить внимание на мнение политолога Николая Злобина, что он думает про то, почему в Швеции, во Франции, и не дай бог у нас, а этим пахнет и к этому идет мультикультурная революция, выльется вот такие уродливые формы уничтожения всех тех, кто рядом. Его ответ я привожу полностью. Пора научиться разделять мультикультурность как концепцию и практику реализации этой концепции, провалившуюся в Европе. Нельзя с водой выплеснуть ребенка. Критикуя мультикультурность, никто не предлагает ничего другого. И еще хорошо бы не путать ни в Европе, ни в Российской Федерации этнические проблемы и проблемы существования криминальных элементов. Если из той билиберды, которую на меня оброшил политолог Злобин, вам ничего не понятно, я перевожу вам. Мультикультурность – это не всегда проблема людей, не ассимилировавшихся, не вжившихся в ту систему, против которой они бастуют. То есть арабы, которые в Стокгольме поджигают магазины и дома, они поджигают их не обязательно, потому что у них идей полно, и они чувствуют себя людьми второго сорта, а потому что они дебилы. Есть просто объяснение. Они дебилы, и причинить боль ближнему – это для них, как для многих парней, прошедших горячую точку и желающих туда вернуться. Это как адреналин. То есть ты участвуешь в массовом уничтожении всего цивилизованного, потому что… А что, по приколу. Потому что так хочется, потому что это весело, потому что это лихо. И то, что происходит там, как бы ни обернулось здесь. Потому что у нас в России принято так, если начинается с поножовщины за столом или с выхода на улицу, выйди, я тебе табло помну и так далее, все это обязательно потом подверстывается, не под коса на меня посмотрел, а ты принадлежишь к партии… Ну, в пятую точку целующихся. Или ты принадлежишь к партии оранжевого цвета. И потом мы подводим теоретическую базу, и вдруг, как в фильме «Миссисипи в огне», в одном из самых моих любимых кинорубрика «Позже», героиня говорит, ты даже не знаешь, что такое ненависть. Она тебе передается по факту рождения. Мультикультурная революция оказалась вдруг оселком на нашу толерантность. Не все выдерживают соседство рядом гастарбайтеров, потому что сами гастарбайтеры, скажем прямо, иногда, подчас и все чаще и чаще отвратительные, чмошные, негодяйские люди. Но ведь многие из нас отвратительные, чмошные, негодяйские люди. Завершился кинофестиваль в Каннах. Там две девчонки пяли друг друга в центральном фильме и получили за это главный приз. Теперь модно давать… Ну, я не буду возвращаться сейчас к Франции. Откуда родом этот фильм, увенчанный в Каннах главной пальмовой ветвью, украденной на Сочинском пляже с пальмы, стоящей там и еще не обоссанной всеми участниками кинотавра. Сейчас речь не про Францию и не про то, что они совершили большую, на мой взгляд, ошибку. Узаконили однополые братья. Они разберутся, это их проблема. Надо бы со своими разобраться. Но я чувствую в этой культурной экспансии под названием «Девочка с девочкой, языками и через жопу» я чувствую большую проблему. Я чувствую. Не в отношении своей попы. Будьте любезны, я позабочусь как-нибудь о своей. Я о том, что наши дети получают представление о том, что режиссер, который нуждается в срочном психиатрическом обследовании, лечении, представляющий эту модель любви, как самую нормальную, теперь совершает большое преступление. Мои дочери, взращенные мною, с точки зрения «встретишь хорошего парня», не теряя шанс образовать здоровую семью, теперь думают. Кругом парни пьющие пиво, причем не самого высокого разбора. И пока найдешь того парня, вот же подруга, почему бы не пососаться? Я тебе пососусь. Я должен быть толерантным. Все-таки, подписывая контракт с «Комсомольской правдой», даже в этом нелепом облачении, роднящем меня с одним таким же кривоногим, но полным жизнью итальянским подростком, я давал клятву быть терпимым парнем. Ну, в Каннах победил фильм про любовь двух 15-летних девочек. Это вызвало восторг у либеральной общественности. Ведь вот как ведь, а? Небосклон-то очищается от туч. А тарики нам теперь не указ, теперь семья не... А если девочки любят друг друга? Ну, дайте мне ремня и дайте этих двух девочек. Если такие фильмы уже побеждают, эти фильмы, во-первых, не будет хода здесь, либо они окажутся в углу студии программы «Каково». Хочу вам сказать про следующее, про очень хорошую барышню Алису Клейбанову. Я боюсь, что вы не знаете, кто такая Алиса Клейбанова, но большинство из вас. Алиса Клейбанова – теннисистка. Некоторое время назад у нее обнаружили рак. Алиса Клейбанова с детства занималась большим теннисом. У нее обнаружили рак. Алиса Клейбанова дала клятву через газету «Советский спорт», родную газету для «Капсомольской правды», что она не сдастся, она будет бороться с этой болезнью. И ушла из всех социальных сетей, чтобы не делиться с людьми хроникой этой болезни, чтобы не рассказывать людям, как тяжело ей пришлось. Алиса Клейбанова, которая всего лет ничего-то от роду, боролась с болезнью один на один, но вкупе, правда, с теми людьми, которые ее не бросил. Слава Богу, в мире, кроме фильмов про лесбиянок и наших детей, которые пытаются быть нюшами, только нюшами в загробной реинкарнации, есть еще хорошие девушки. Она боролась с болезнью и победила ее. Коллеги из «Советского спорта» сказали мне, что она участвовала на прошлой неделе в одном турнире после рака и победила. Турнир-то всего ничего. С точки зрения нынешних экономически обоснованных турниров, где берут по миллиону, где-нибудь «Дохе» или «УАЭ». Это был турнир непредставительского класса. Но ведь не это важно. Важно величие человеческого духа, воплощенного в одной маленькой девочке, которая о них сказала смерти. «Ты, но пасаран! Я не могу умереть такой молодой и красивой!» И она победила рак. Я объявляю ее девушкой, может быть, даже не недели, а если вы мне потом напомните, может быть, девушкой года. Алиса Клейбанова снова в амуниции. Ей все дается тяжело с каждым шагом. Но главное она сделала. Доказала, что человек сильнее любой болезни. Я тут заскучал по большой эпохальной музыке. По музыке ровного дыхания. По музыке, которая стабилизирует кровяное давление. Поль Анка – это артист такого масштаба, каким был Фрэнк Синатра. Знаете песню «My Way»? Альфом Унак Мальчик 18 Это песня о Поло Анке, знаменитая, знаменитая песня. Вот этот Поло Анка, он приезжал в Барвиху, я пошел на концерт. Как вы думаете, кто-нибудь из журналистов, кроме меня, был на концерте Поло Анки? Шиш вам с токменским маслом. Как кивок той эпохи, когда мама будила нас по утрам, запуская свою пятерню, нашу неподдающуюся расчесыванию шевелюру. Это запах молока, это какой-то, это живой продюсер Юрий Азеншпис, с которым мне посчастливилось быть знакомым. Это рукопожатие Виктора Цоя, которое до сих пор хранит моя недостойная этого рукопожатия Культяпка. Это музыка такого эпического накала, что я ее даже, я не просто не буду швыряться, бережно положу сюда ветер, который качает вереск. Вообще нужно было этот диск подверстать к разговору о том, во что уроды превращают, как наполняют понятие мультикультурной революции, как концепции. Мультикультурность. Что с миром делают люди, которые внушают себе ложные идеи. Это, правда, о борьбе подростков, ставших мужами, за свободу Ирландии. Это Кен Лоуч снял «Доля ангелов». Смотрели фильм «Обаятельный»? Я его рекламировал в одном из выпусков программы «Каково». Ветер, который качает вереск, тот же самый разговор. Верен ли ты себе, как наша Алиса Клейбанова, теннисистка победившая рак? Верен ли ты вообще себе, как отец, который позволяет дочери в 9 лет петь песню «Войди в меня, Петя»? Я не расслышал. Это был федеральный канал, и там его вел концерт, отлегчаясь от своего биатлона, Дмитрий Губерниев. Лучший детский ведущий, не понимавший, где он находится. Ветер, который качает вереск. Этот фильм надо посмотреть каждому. Никакой выдающейся игры. Здесь не это главное. Здесь главное – ощущение беды, когда ты предаешь себя и свою родину. Это предощущение катастрофы твоей личной и беды, которая распространится, а потом подомнет, а потом сожрет твою землю, твою страну. Ветер, который качает вереск. Мне очень нравится название. Надеюсь, в данном случае его не перевели, просто исходя из двух слов «ф**ми». Это фильм, как мужики говорят, врат не должен испоганить нашу землю. Под конец программы объявляю вам вот что. Мы на днях совершим выход, уже начало лета. Уже сам Всевышний велел выйти уже на улицы города и спросить, чем живут в начале лета люди. Я сформулирую вопрос позже. Я жил все это время Эросом Ромацоти. Эрос Ромацоти или Ромазоти, читайте на любой повод. Для меня это формула жизнелюбия. Это формула, вмещающая в себя все то, чем я живу, квинтэссенция моих скудных куцых для кого-то мыслей о жизни. Пока ты недоволен жизнью, она все равно проходит. То есть пока ты бурчишь, жизнь проходит. И проходит, судя по моему жесту, мимо там, где в мусорной части нашей красивой студии покоятся диски долб***в из Калифорнии, выдающих себя за носителей гаражного рока. Там где-то жизнь, а мы бурчим. Этого нельзя делать ни в коем случае. Я вышел после концерта в вестибюль и первый раз на моем веку, а мне уже 223 года и июнь мой месяц, купил амуницию артиста, бейсболку и майку. Конечно, они мне идут так же, как слово совесть депутатам Госдумы. Но с другой стороны, почему бы не почувствовать здесь себя человеком, который, если уж о чем-то говорит, то должен и визуально воплощать это все. Пока вы недовольны, жизнь проходит мимо. Помните про это вплоть до следующего выпуска программы «Каково». Субтитры создавал DimaTorzok